По сути дела на демографию влияют несколько факторов. Это, конечно, и миграционная политика государства, это здравоохранение, это поддержка молодых семей. Поэтому поддержка демографии – это комплексный подход всех органов госвластия и управления. Поэтому не зря правительство вырабатывают некоторые программы по поддержке молодых семей в том числе. А в чем состоит поддержка? Это получение доступного, достойного образования, доступного, достойного здравоохранения и помощи, конечно, при начале работы, в виде жилья в том числе. Радует, что именно были подтверждены мои слова до президента, что у нас в государстве создана общность преднестровский народ. Вот. Были, конечно, некорректный подход в части этого вопроса, и в чем он был заключен. Ну, задавали вопрос такого содержания. Кем вы считаете себя по национальности? Преднестровцам, русским, украинцам или молдаванам или иным? Но сам по себе, конечно, вопрос некорректный. Преднестровский – это народ преднестровский, состоящий и разной национальности, уверяю вас. И то, при такой постановке вопроса, 37% ответили, что они считают себя преднестровцами. Это большой процент. Если бы просто задали бы вопрос, кем вы считаете себя, преднестровским народом, либо молдавским народом, уверяю вас, процент был бы 97-98% именно за преднестровским народом. Наше государство – экспортно-ориентированное государство. У нас есть объем определенных экспорта, объем импорта. И одна из целей нашего государства – это самодостаточность экономическая. То есть, по сути дела, мы должны производить все в большем объеме, которое подлежит потреблению внутри государства. Это касается и агропромышленного комплекса, и не только агропромышленного комплекса, и промышленности в целом. Но кое-что, конечно, надо приобретать и за пределами нашего государства. Это, прежде всего, сырье для производства готовой продукции. И, конечно, ее необходимо отправить в конечном итоге на Эльфир. Я глубоко убежден, что будущее в Пернестровье именно за бетонными дорогами, по новым технологиям, которые отработаны и в Европе, и, допустим, в Белоруссии, и хорошие есть показатели. Поэтому, если мы перейдем на эти технологии, в этом году это уже будет внедряться в Пернестровье как опытный образец, то постепенно, через 5-10, может быть, 15 лет, 20 лет, мы получим нормальные, хорошие дороги, хорошего качества и везде, и в городской, и в сельской местности. Пернестровье 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 Пернестровье